добрый день наконец-то появилась счастливая возможность соскочить с прекраснейших блюзов и этнической музыки и поговорим сегодня о музыке более скажем так отдаленной от земли но тем не менее это очень классная музыка и и представители величайший гитарист всех времен эдди ван хейлин народе его еще называют ван халена мы будем называть правильно ван хейли хотя и так и так будет правильно почему сейчас услышите начнем мы с того что вы наверное уже заметили а многие это и знали что корни игры на гитаре различные можно условно разделить на два крупных лагеря гитаристов есть гитаристы которые играют от блюза как говорится корневые музыканта есть другие корневые которые играют от классической музыки у них основа это классическая музыка эти школы очень разные но есть гитаристы которые умудряются совмещать и те и те и этот синтез порождает подлинное величие вот величайшим из этих великих является эдди ван хейлин ван хейлин родился 26 января 1955 городе в городе года в неймеген это голландия у него есть еще старший брат алекс отец ван хейлина был классическим музыкантом один из лучших кларнетистов в европе ян ван хален а голландцы именно произносят фамилию как ван хален это американцы говорят ван хейлин так вот ян ван хален прививал с детства любовь детей в классической музыке даже второе имя ван хейлина при рождении он был эдвард людвиг ван хален людвигом назвали в честь бетховена отец так любил этого композитора а сам эдди гитарист назвал своего сына вольфганг честь вольфганга модель моцарта то есть такие традиции семье но мы такие традиции только приветствуем вы наверное тоже эдди вспоминает что в детстве папа склонял их больших клавишным инструментом на пианино они учились играть притом был учителем как он говорил русский музыкант но фамилия история не сохранила который был очень строк и не при неправильной игре мог даже слегка шлепнуть по рукам и удивительно другое что с детства эдди тянула к барабанам а брата алекса гитара а впоследствии когда они образовали группу ван хелен гитаристом стал эдди а брат алекс барабанщиком добавив еще басиста марка энтони и вокалиста дэвида ли рот они образовали группу ван хален это середина семидесятых годов но до этого семья из голландии переехала 1962 году в америку эмигрировала в город пассадена это хороший город калифорния климат благостный все замечательно и отлично так вот будучи в голландии фактически ребенком ван хелен не подозревал уроки америка накрыла его с головой именно рок-движением он тогда и начал слушать потихонечку и блюзы и рок-движения говорит чуть позже его поразил музыканта которым мы говорили немало джимми хендрикс именно его виртуознейшие пассажи его манера поведения на сцене его отношения с музыкантами любовь к музыке очень вдохновляла эди и с другой стороны был еще один гитарист который был его кумиром от как о котором он до самой смерти своей вспоминал с особой благодарностью речь идет об эрике клэптоне группа cream клэптона мы тоже упоминали неоднократно в своих роликах вот эти два гитариста а позже добавился джимми пейдж лидер гитарист лет zeppelin выдающийся тоже музыкант и сформировали эдди как музыканта но прославился он не тем что из наследие прошлого хотя у него доходило до фанатизма вы понимаете вот мы об этом неоднократно говорили что таланта одного мало еще должен быть значительный момент трудолюбия склонности к работе к репетициям и вот он говорит что именно горение настоящее горение любовь к музыке подвигло его на то что он терзал эту гитару по 18 часов в сутки и фактически он внедрил в рок музыку получила на массовое распространение так называемая игра ты пинг стиль ты пинг это обычно струны щипают пальцами перебирать вы знаете а ты пинг это такой легкий удар а он может быть и не только легким а удар пальцами по струнам притом его можно осуществлять обеими руками если вы помните у нас был а не помните так посмотрите ролик от они ливи не выдающийся басисты он тоже ты пингом страшно занимался но у него это немножко по-другому выглядел со своим стиком но тем не менее основа тоже ты пингуют они так вот несмотря на то что это удары шлепки или как угодно называйте там можно создавать подлинный подлинные шедевры вот начиная например на первом альбоме группе ван хейлин обратите внимание есть песня и рапшин извержение дословно переводится там где просто иди демонстрирует чудеса ты пинга это просто но какой-то фантастический момент группа в середине 70-х до записи своего первого альбома отыграла по возможности максимально везде и вот в одном из клубов на нее обратил внимание знаковый музыкант из группы кис его почти все знают джин симмонс джин симмонс помимо того что очень хороший музыкант из знаковой группы кис он еще и хороший бизнесмен он сразу отметил эту группу среди множества групп игла играющих по всем углам америки и предложил им свое содействие содействие вначале заключалась в том что они записали демо запись за его деньги а демо запись это очень большое событие для музыканта вы понимаете то время не было распространение музыкальной информации как сейчас тогда это была сложность мы об этом рассказывали надо было рассылать свои демки по всем студиям с записям максимальному количеству людей это не не сейчас выложил youtube и пожинаю лавры жди что тебя какой-то дядя позвонит с мешком денег тогда было немножко сложнее но джину симмонсу как он впоследствии вспоминал своей биографии немножко не повезло его опередили пока она раздумывал эту демку услышали другие ребята и моментально перезаписали а у симмонса как такого контракта не было все было на словах с ними контракт вот такой отход и понимаете америка страна настолько юридическая что тут и придраться ни к чему там все четко следует буквам закона если у тебя есть контракт если у тебя есть соглашение документально подтвержденное то пожалуйста там только так исключительно поэтому и туда идут вы наверняка об этом наслышаны в различные многомиллионные иски которые получают иногда даже рядовые граждане за всякую бездели безделицу на наш взгляд ерунду а уж за музыкальные права так это вообще это даже не обсуждают и вот они выпустили первый альбом который произвел фурор потому что такой гитары еще не слышали он вышел в семьдесят восьмом году так и называется ван хейлин конечно предложение посыпались как из рога изобилия но им было важно закрепить свой успех и они тут же закрыли студии писали второй альбом который назвали ван хейлин 2 это уже был настоящий прорыв группу заметили они попали кстати очень удачное время все с рассталась то есть hard rock как таковой уже не пользовался тем огромнейшим успехом а зарождалась новая волна х и металлического движения и hard и как раз в эту волну очень классно вписался ван хейлин со своей группой очень классно давайте еще напомню то что там был гитарь и вокалистом в первом составе группы очень выдающийся фронтмен дэвид ли рот сам по себе интереснейший человек мы о нем когда-нибудь обязательно сделаем ролик так вот ли рот пел до 85 года с ними группа просто имела фантастический успех миллионной продажи даже на хит майкла джексона бит it из альбома триллер помните такой восемьдесят второй год 83 на в тот период пригласили записать соло гитару именно эдди ван хейлина выдающийся продюсер квинсетт джонс именно его пригласил его соло в бит эти длится 20 секунд всего но она запоминается и как вспоминал самый где это был просто момент сплошнейший импровизации он говорит я не люблю сидеть на грифами что-то думать он был всегда сторонником спонтанности а спонтанность это есть показатель высочайшего класса когда он может творить восемьдесят пятом году пришел сэмми хор мы о нем делали ролик если не смотрели посмотрите не хвалюсь но он получился очень классный нам удалось это сделать поэтому эти ролики где-то даже пересекаются будет интересно обязательно посмотрите и сэмми хагар немножко не уживался с братьями и группу в шутку начали называть ван хагар не ван хейлина ван хагар потому что он начал на себя тянуть одеяло будучи сильным харизматом как им давить ли рот обладая мощнейшим вокалом характерным он естественно претендовал на большее и он все время конючил сольное творчество сольное творчество мы до конючился что его братья из группы выперли пришел на место хагара гэри чирона вокалисты из экстрим выпущенный альбом с ним в 1998 году не имел особого успеха но группа потихоньку восстанавливалась из пепла все равно продажи несмотря на не успехи это относительное понятие были миллионы и даже 10 миллионные группа в коммерческом плане было на полном просто разрыве улет но тут подкралась страшная болезнь все эти нервные передвязки нарушения режима ван хеллен страдал алкоголизмом честно говоря из песни слов не выкинешь привели к тому что у него образовался рад он с ним боролся очень долго первые симптомы были начале двухтысячных годов ему даже вырезали 3 языка извините за подробности но он долго сражался мужественный человек выпускали параллельные альбомы очень успешные но 6 октября 2020 года он об этом 1 сети сообщила сын вольфганг и как говорится приостановилось дело вольфганг тоже вас вошел состав анхелина еще при живом отце сын то есть это уже был настоящий семейный подряд но речь идет о том что понимаете даже критики музыкальные самые спектически говорят что вся гитарная музыка в роке было от до ван хелена и после ван хелена поймите одно что все фактически сегодняшние гитаристы в рок музыки это наследники его творчества и все ссылаются на его влияние поэтому мы вам очень советую послушать его обратите внимание есть ютюбе классное видео называется right now right here 93 года где фактически вся программа есть и даже в начале своего концерта ван холин демонстрирует игру на гитаре с помощью дрели электрической но это так забавы ради не в дрели дело сильнейшие музыканты спасибо за просмотр всего вам доброго а